Всем привет! Находимся на курортном бульваре в начале. Едем по просьбе подписчика на гору Кабан. Посмотрим, как там у нас будет. Горнолыжная база интересно работает, нет? Охота посмотреть. Говорят, что ничего не работает, все заброшено. Хотим убедиться своими глазами температуру воздуха плюс 3 где-то примерно. Ветер где-то, да что ж такое-то, когда они же проедут, да? Ветер где-то 3-4 метра в секунду, не знаю как там будет. Где-то 12 километров туда. В общем от дома где-то 15 километров, чуть побольше может быть. Не знаю, у нас заряд аккумулятора хватит, все-таки холодно. Я не знаю, хватит не хватит. Обычный ресурс аккумулятора при таких температур ниже. Здесь 16 ампер часов, но будем считать 15, скинем на температуру низкую. Там, наверное, вообще минус будет. Там уже выше. На километр где-то выше, наверное, от Кисловодска. Будем на второй скорости ехать, чтобы расход поменьше был. Я ездил туда на велике на Славпро. Ну, иногда педаль мне помогал там крутить. В принципе, туда и обратно хватило заряда. Не знаю, на самокате хватит, не хватит. Наверное, здесь попроще проехать. Меньше машин. Никто мешаться не будет. Хотя дороже. Дорога, конечно, похуже здесь. Постоянно в горку подниматься придется. Обратно постоянно вниз ехать. Ну, не знаю. Хватит, не хватит. Будем надеяться, что хватит. Как я туда велосипед ездил, ссылка будет в описании. Там мы много где останавливались, чтобы красоту показать вам во всех подробностях. А сейчас не будем останавливаться, чтобы повторяться, чтобы не повторяться. Будем постоянно ехать. Сейчас на Гагарину выйдем и все время по ней, не сворачивая. Вообще, лед. Лед, смотрите, вот везде. Не скажу, что плюсовая температура. Видим по Кольцово. Вроде сегодня так потеплее прогноз, чем вчера и завтра. Завтра, по-моему, около ноля будет в это время. И зато пасмурно еще будет. С видимо солнце, то есть, то нет. В принципе, не так далеко, но постоянно на подъем. Здесь на камеру не видно. Ну, в принципе, не холодно. Я сегодня перчатки такие, шерстяные, натуральные надел. Толстые. В них ничего не должно замерзнуть. Они прям вообще-таки офигенские. Конечно, выглядят. Как устаревшие, но зато теплые. Будем ехать на второй скорости. На полном приводе. Сейчас поедем по самой красивой дороге России. По самой живописной. Но мы не по всей по ней поедем. По какой-то части. Но она очень тяжелая дорога. Постоянно на подъем. Есть крутые подъемы там. Прям вообще очень крутые. Наш самокат полный привод. Он, конечно, потянет, но расход, конечно, повышенный идет. Так, 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 так. Блин, какая-то здесь ливневка прям такая. Ужасная. Видите, постоянно на подъем. Уже одно деление, можно сказать, пропало. Только переживаю, чтобы заряда хватило. Летом бы хватило, конечно. Сейчас зимой, как бы, непредсказуем. Аккумулятор непредсказуемо себе ведет. При таких температурах. Это мы все по Гагариной едем. Улицы. Здесь 104 маршрутка, по-моему, ходит. Снег лежит еще. Снег уже давно прошел, но все никак не растает. В горах, конечно, медленно все тает. Несмотря на то, что плюсовые температуры. Ночью-то все время мороз всегда. Постоянно в нагрузке. Спускает практически ни одного не будет. Вот здесь вот кажется, что спуск, но на самом деле это чуть-чуть подъем. В принципе, расстояние не такое уж далекое. Но все равно. Здесь слева Кабардинское ущелье. Кабардинское ущелье. Я тоже снимал там внизу. Что такое звук? А, это... Представляете, от этого отражается звук от бетонной вот этой отбойника. Так, сейчас здесь проверим колес на всех пожарных. Мало ли. Пока далеко не уехали. Так, заднее нормально. Переднее нормально. Все нормально. 45 PCI накачаны. Это все еще Гагарина улица идет. Начинается с Кисловодска, заканчивается в поселке индустрии, считай. Видите, орехи растут прям, смотрите, много. Слева. Поселок индустрия начинается. Блин, еще против ветра едем. Представляете, в горку еще против ветра. Лучше бы когда назад ехали бы, против ветра было бы. Да, здесь тяжелый, прям подъем тяжелый. 46, смотрите, вольтаж. Посаживается аккумулятор как на подъеме. Вот мечеть. Здесь мед продают. Мед, молочная продукция. В принципе, недалеко от Кисловодска, поселок индустрии. Здесь вот тоже можно домик какой-нибудь прикупить при желании. Намного дешевле будет стоить, чем в Кисловодске. Блин, лежачий полицейский, какой крутой. Коровый. Блин, блин, такой крутой. Запах такой от них идет. Коровий. Чем-то похоже, да, место на этот? На Зеленогорский поселок. Здесь папахи всякие. Меховые изделия, ковры. Ковры. Здесь вот красота какая открывается на Кабардинское ущелье. Там внизу ходили мы. Есть видео. Наверное, оставлю тоже в описании. Два видео вот этих, как в Кабардинке ходили. И на Славпро ездили мы на гору Баран. Но мы ездили летом. Там, в принципе, все заброшено было. То есть, ничего не работало. Но уже тогда я обратил внимание, что какое-то все полузаброшенное, все ржавое. Я не знаю. Может быть, все-таки работает. Блин, какой ветер от этой газели. Я прям почувствовал. Постоянно вверх поднимаемся. Постоянно. Чувствуется, что самокат прям в нагрузке едет в такой. И ветер. Представляете, ветер какой сильный. Против ветра едем. Только бы аккумулятору хватило бы. Это когда по равнине едешь. По ровной поверхности. Километров на 40 хватит заряда. Когда без нагрузки. Тем более, у меня вес большой. Считаю одежда. 90 килограмм я. Где-то 93 килограмма, наверное, везет. Еще против ветра. Надо будет сейчас потрогать, как там мотор-колесо не греется. Здесь чувствуется, прям холоднее становится. Наверное, уже около ноля. Я так думаю. Едем 27. Не хочу третью включать скорость. Чтоб нагрузка поменьше была. Под высоковольтной линией проезжаем. Я не знаю, сколько еще ехать. Наверное, километров 5, наверное, как минимум. Я так думаю. Конечно, можно было третью включить, но я не знаю. Конный прокат. 200 метров в ту сторону. Чуть не видать там. Вроде просматривается больше, чем 200 метров. А не видать ничего. Видно, что прям тяжело идет, тяжело. Нагрузка большая. Дорога хорошая здесь. Видать, недавно сделали. Не так давно. Блин, ветер какой сильный. Здесь намного здесь сильнее. Здесь, наверное, 5-6 метров в секунду ветер. Еще ни одна машина меня не обогнала. Еще далеко ехать, я так вспоминаю. Едем 28, но сейчас третью включить, наверное, где-то 40 будет ехать. Конечно, аккумулятор бы на 20 ампер хотя бы, минимум. Но он будет тяжелее уже намного. И сидя, расход энергии меньше. Все-таки не как парус я, когда стою. Ну, так не холодно, в принципе. Чуть-чуть лицо мерзнет. Там орел парит, смотрите, вот чуть-чуть левее. Наверное, размах метра два, наверное, калиф. Где солнце? Ну, не увидите. Далеко. Далеко. Здесь, говорят, такая трасса, здесь не каждый автомобиль-то заедет. Вот, надмощный прям. Минимум двухлитровый мотор, минимум. А там дальше, за горой баран, там еще круче подъема идут. Право-березовский посылок. Что-то здесь как разлили. Право-березовский, вот, направо. А где Катыхина улица? Ну, в сторону Илькуши, там лево-березовский поселок. Смотрите, как... Какая красота вон впереди открывается. Лед светится вон. Малерин, какой ветер сильный, блин, вообще. Автомобилька. Автомобилька тяжело ехать. Чего же про самокат говорить. Все, на подъем, на подъем постоянно. Мерцание такое прям. Блин, просадка прям, 43 уже. Даже, блин, не знаю, хватит мне доехать. Постоянно в такой нагрузке. На велике я там полдороги педалей крутил, помогал. Мне, в принципе, можно сказать, впритык хватило туда и обратно. Лошадки. Издалека как будто коровы. Вот, смотрите, два орла справа. Вон летят. Блин, здесь прям вообще подъем, смотрите. Прямо охота педали покрутить, помочь самокату. Он даже уже, смотрите, практически не тянет. Ну, конечно, тут подъем вообще градусов... Нет, процентов 25, наверное. 20 километров в час. Сейчас вот здесь вот наверху остановимся, я посмотрю, как там мотор-колесо не нагрелось. Конечно, здесь мощнее надо в этих местах. Тут вообще надо киловатта на 4, как минимум. Вот здесь вот как бы вершина. Сейчас я потрогаю. Потрогаю хоть. Ну, чуть тёплый, чуть тёплый прям. Прямо градусов, наверное, 35 может быть. Там какая-то ферма. Вон, смотрите, здесь виды какие уже. Отличный вид на Пятигорск. Смотрите, какой подъем. Это вообще тут градусов... Блин, ну... 25 точно будет. Вот у нас 46 показывает вольтаж. Здесь, кстати, тоже подъем. Окажется, что как бы ровная, а подъем... Постоянный подъем. Здесь даже нету... Ровного даже нет. Я уже не говорю про спуск. Постоянно вверх едем. Вот коровы. Там были лошадки. Здесь коровы. Бычок! Уйди, бычок! Видите, как умный. Блин. О, тоже побежал. 70 ограничений. Да здесь 70 не каждая машина разгонится. На таком подъеме. Блин, вообще, смотрите, какой подъем. Под 50 градусов, наверное. Плохо, что сюда второй аккумулятор нельзя. По-моему, целое дело, короче, мутить все это. Блин, хотел остановиться, показать вам прям красоту. Но, наверное, так и так видно, в принципе. И этот. Потом опять скорость набирать в горку. Повышенный расход аккумулятора будет. Знаете, вообще, 17 км в час на второй. На третий, конечно, подтянет. Но не хочу третью включать. Пускай на второй тянет. Там такая красота открывается. Что, усугубляет положение ветер вот этот вот прям. Против ветра ехать. Блин, до 42-х уже просадка идет. Вообще, вот этот самый, наверное, крутой подъем. Смотрите, как он тянет. Тяжело тянет. Машинка едет, вон, 30 км в час максимум. Сейчас вот здесь уже более-менее будет. Еще небольшой подъемчик, но потом вроде бы должно нормально быть. Давай-давай-давай-давай-давай. Конечно, нагрузка большая, что говорить. Нагрузка очень большая. Сейчас вот здесь наверх поднимемся на самый. Я остановлюсь, покажу. Красота такая сзади у нас. В Кисловодске там прям вообще внизу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Немножко осталось. Во. В принципе, недалеко осталось заехать. Так, сейчас. Фу, сейчас красоту покажу. Смотрите. Вообще прям отпад, да? Вид. Бешта, вон, весь Пятигорск видно. Еще офигенский вид. Березовское. Березовское ущелье тоже. Вообще вид, да? Потом назад будем ехать, еще лучше будет видно. Так. Так, какой-то уазик прям по снегу едет. Так, вот здесь немножко прямая дорога будет, практически. И, в принципе, вот за этим лесом уже гора баран должна быть. Возик что-то туда-сюда, а то зад-перед ездит. Блин, 42 уже просадка сейчас. Ну, не знаю. Будем надеяться, что хватит. Вот опять подъем здесь такой прям. Немножко осталось вроде бы. Совсем чуть-чуть. Наверное, с километра. Нет. Километр, наверное. Обратно будем ехать. Рекуперация, может быть, немножко подзарядит аккумулятор. Будем надеяться. Здесь я тоже показывал, когда мы туда ехали. Рекомендую то видео посмотреть. Ссылка в описании будет. Или в конце там. Здесь расчистили, да? Прямо дорогу, нормально. Все, он уже, тот дом видно. Уже приехали практически. Последний вот этот рубеж. Последний подъем вот этот вот. А давай, давай. Ну, там еще нам по лесу, конечно, ехать надо будет. Не знаю, как там дорога. Продается сруб. Сейчас красоту покажу вам. Блин, плохо Эльбруса не видно. Нам вообще не везет, но Эльбрус. Он здесь обычно вообще во всей красе. За этими тучами не видно сейчас. Ну, а в том видео было видно все. Смотрите, здесь какой вид. Так, ну сейчас. Доедем до туда. Так, здесь прям грязь, что-то. Так. Внимание. Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. У меня не транспортных средств, а у меня средства индивидуальной мобильности. Что, едем туда? А колеса сейчас посмотрю. Вот так, колеса. Все отлично. Дымом пахнет. Безумно. Здесь нормально ехать, кстати. Шишки продваляются. Наверное, с километр еще ехать туда, до этого. Горнолыжных базы этой. Давайте первую включим. Блин, палка одна прям осталась. Вот этот расход вообще энергии. Расход энергии прям вообще. Сильный. Мне кажется, сам ничего не будет. Все будет заброшено. Как мне и сказали. Правда, месяц назад еще, до Нового года говорили. Здесь снег прям. А-а-а, лед, 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 лед здесь. Почему здесь лед? А-а-а, здесь тоже лед. Не, я должен показать вам все равно. Какую-то кружную боль вару хватило бы. Аккумулятор. Опять лед, смотрите. Почему здесь лед, почему здесь лед. И главное, где такие пролиски. Где небо открыто, там лед. Да и по-моему, ничего там нет. По-моему, нифига там ничего нет. Блин, туда я не поеду. Смотрите, там прям вообще лед. Я не знаю, выключить, не выключить. Конечно, надо выключить. Тишина прям вообще здесь. Выключил, короче. Туалет им, ежо. Камера записывает, хочешь? Записывает. А то ехал, ехал, даже не посмотрел. Ну, что? Смотрите, здесь вот тоже катались. По-моему, здесь никого нет вообще. Ничего здесь не работает. В принципе, сейчас самое время покататься. На лыжах скатиться с горы. Все, ничего не работает. Здесь снег прям, смотрите, лежит прям нормально. Вон подъемник этот. Стоит, не работает. Почему-то. Вагончик он открыт. Смотрите. Ничего не работает, как я и говорил. Кисловодск прям рядом, кажется, да? Смотрите, неженский видно. Видно, мирно видно. Еще и даже разглядеть можно. Все. Почему не работает? Конечно, здесь все. Вот этот, еще тогда я приезжал. Все ржавые вот эти вот ролики вот эти, по которым трос идет. Уже тогда выглядело заброшенным все. Не, ничего не работало, смотрите. Даже следов нет. Чтоб кто-то скатывался здесь. Видите? Ничего не работает, короче. И не работало. В этом году. Тут вообще не души. Тут, по-моему, даже ни охраны, никого нет. В общем, самокат он в лучине давать остывать. Надо прямо назад сразу ехать. Потому что он сейчас остынет, и емкость потеряется. Чтобы нагреться пока. Вот и все. Убедились. Значит, мне правду сказали. Ну, по информации, конечно, предновогодний, так сказать. Тишина. И ветра, кстати, почему-то здесь нет. По-моему, все вот эти домики заброшенные. А как здесь, платный вход был, да? Или нет? Кто знает. А когда я приезжал? По-моему, осенью, что ли? Или летом? Нет. По-моему, осенью я приезжал. В общем, здесь ничего не изменилось практически. Только снег. Вообще никого нет. Слушай. Все, наверное, закрыто. Вот кафе он. Не, видно, что в кафе никто не заходил там. Следов даже нет. А здесь, наверное, так вот приезжали, на осанках скатывались. Вот мы и убедились, что здесь ничего не работает. Блин, 45. 45. При 40 он уже по мне едет. Здесь хоть вниз будет, будет постоянный. Нагрузки почти не будет. То, что меня и радует. Красота здесь, конечно. Здесь, говорят, грибы бывают, прям много. Здесь вот на горе баран. Там с той стороны есть, с этой стороны. По льду едем. По льду едем. Ай, блин, чуть не рухнул. Здесь он практически сам едет. Ну, чуть-чуть вот сейчас погазуем. Шишки подается. Все, единственная лыжная база близ Кисловодска не работает. Почему, не знаю. Ну, по просьбам показал. Я надеюсь, выполнил просьбу. Правда, оно уже давно, месяц назад было. Не, не месяц. Недели, две. Три назад, наверное. Ну, после Нового года. Шишки эти мелкие. Не успеваю объезжать. Ну, здесь тоже мы пойдем. Видите, была дорога. Сейчас мы унесем немножко ей. На первой скорости едем, на полном приводе. Вилка отстреливает. Мелкие еще вот эти вот веточки лежат такие. Тоже прям неприятно по ним ехать. Весель. Ха, он радует, сидит мне. Дымом пахнет прям здесь. Весель сидит, смотрите. Так, у нас солнце, в принципе, плюсовое. Видите, даже подтаивает. На солнце, наверное, градуса в пять тепла. Так, сейчас паузу сделаем небольшую. Говорят, здесь хачаны очень вкусные. Еще попробовать. Здесь, что ли? Здесь, что ли? Никого. Никого. Ух ты, смотрите, все деньгами обклеено здесь. Привет. С Вярославля. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас, говорят, хачаны вкусные, да? Ну, говорят. Можно купить один? С чем? С мясом есть, с сыром есть, с зелень есть. Давайте с мясом. Хорошо. Сейчас пожарим. А сколько ждать примерно? Ну, минут пять, пока масло загорится. Ага. С мясом, как мы не делаем. Смотрите, здесь все деньгами. Полтинники, короче. Полтинники, стольники. Салам из караганды. Стольники, полтинники. Ну, прикольно, да? Денис, девиз у нас такой. Поеху бери с собой. Дюссельдорф даже. Привет из Калининграда. Красноярск. Доллар даже есть он. Коряжма. Ничего не видно там, да? На камеру. Гатчина. Под Питером. Привет из Энгельса. Привет из Воронежа. Туркмения. Блин, мне там самокат чуть далеко я оставил. А, здесь еще и потолок, есть обклеен. Нифига себе. Смотрите. Волгодонск. Белгород. Привет из Тагонорога. Да, интересно. Рисунки здесь детские. Аж вот продают сувенерчики какие-то. Москва. Тюмень. Белгород опять. Нефть Юганск. Все деньги негодные, да? Привет из Иваново. Пятигорск. Луганск. Воронеж. Тула. Матище. Москва. Астрахань. Питер. Краснояск. Рострома. Ну, интересно. Георгиевск. Челябинск. Сколько здесь денег? Тысяча пятьдесят, наверное, будет. А сколько стоит? 180. 180. Не. А что лыжная база не работает, не знаете? В этом году не работает. Во-первых, и снега нет. И во-вторых, это, ну, прикрыли что-то там. Ага. А в том году работал, да? Да. В том году работал. Но тоже особо снега не было. А в этом году вообще нету снега. Нет, там снег прям нормальный на горе, на горке. Да? Да, прям. Ну, так люди сами, кто ходит, катается, наверное, так нет. Пахлава. Пахлава. Пастила. Урбич. 3000 рублей книга. Садники на вершине. Я любился. Короче, взял и хачин. Смотрите, какой здоровый. Сейчас покажу. Не знаю, там видно, не видно. Хотел там съесть, потом думаю, не, домой лучше заберу. Дома с дочкой сидим. Горячий такой прям. О, собака. Дома, здоровая. А мне что тебе, хачин на дачу? Мне ничего и нет с собой. К сожалению. Тишина прям вообще, ветра нет. Блин, ехал ветер все время в лицо. 44 мне. 44 вольта. Должно ухватить, в принципе, наверное. Движу вниз все время. Чувствую прям хачином, как моим пахнет. Смотрите, красоту буду показывать вам назад. Ехать. Третью скорость включим. Практически, смотрите, я даже не газанул, он сам едет. Назад еще красивее будет виды. Так что не переключайтесь, смотрите. Блин, разогнались без этого. 44, 43, 42. Вот, на этом мы экономить будем. То, что с горки. Вот здесь немножко подъемчик сейчас. И потом опять вниз постоянно. Самое главное, смотрите, какая красота там открывается. Это вообще на Пятигорск. Конечно, там на камеру плоховато будет видно. Что-то, честно говоря, есть-то что-то неохота. Здесь прямая вот небольшая. А сейчас быстро долюдим на дом. Что здесь? Ну, минут 20, наверное, дом будет. Виды какие здесь. Вот покажу вот так отсюда вид. Самая, наверное, такая точка прям высокая здесь. Джинальский хребет он идет. О, Баргустанский хребет вот этот. А вот этот джинальский. Так. Сейчас посмотрю, у меня запись идет. Боргает, идет. Которую спина из-за спина из-за ничего не запишется. Что-то туда ехали прочь ветер, обратно тоже прочь ветер получается. Блин, даже приторможить надо будет. Смотрите, там Березовская, прямо по курсу. Видно прям. БНР уже напротив Велькуша практически. Расход энергии нулевой. Рекуперация. О, рекуперация, смотрите. 45-46. Значит, что-то дает. 45, было 44, выехали. Чуть-чуть подзарядился аккумулятор. 50 километров в час практически. Рекуперация. А, холодно, а. Мерзну на такой скорости. Машин сзади нет вроде, спереди тоже. Руки мерзнут. Предплечье. Не кисти, а выше, выше локтей. Почему-то. 55, нифига себе. Я даже не заметил, как я такую скорость набрал. 55, надо чуть помедленнее, ну и нафиг. Орлы летят там. 56. Сейчас до дома быстро долетим. Вот, справа, Кабардинское ущелье. Там река Кабардинка. 45 вольт, нормально. Хорошо хватит. При торможении, в общем, чуть-чуть заряжается аккумулятор. Назад совсем другое дело, конечно, ехать. Только холодно. 52. 53. 54. В общем, я максимум 56 видел. Задувает ветер, наверное, да? Микрофон. Убер шла, видно. Никто меня не обгоняет. Никто не встречается. Сейчас как раз дочка со школы придет. Вместе с ней. Хочем съедим. Ох, че, немножко надо разгонимся. Я уже привык с большой сквозь ехать уже. Охота газовать даже. 45 едем. Вообще, никакого воблинга, ничего нет. Отлично идет самокат. 56 километров в час, считай, ехали. Без горки. Практически не газую. Вон, смотрите, справа мы как раз на велике доезжали, до той базы. Там не видно на камеру будет. Ну и хту, уже так близко к Кисловодску уже. Там озерцо такое замерзшее. Мини-каточек такой детский. Замерз, короче. На такой скорости. По 50 килограмм в час едем. 52 килограмм в час едем. Блин, вообще скорость не ощущается даже. Так плавненько, мягенько. Блин, вот здесь вот, может быть, вам показать хоть вид-то. То летим и летим. Скажет, ничего не показал. Так, что здесь хоть? Сейчас здесь хоть дойду, покажу вам. Хотя бы этот. Габардинская. Блин. Короче, рюкзак у меня там за спиной издает очень вкусный запах от хачина. Вот здесь мы по этому лесу ездили. По той стороне, помните? Есть видео. Это уже третье видео будет там. Внизу мы ходили. С этой стороны тоже видео будет в описании. И, наверное, с той стороны тоже тогда видео добавлю. Три видео. Сан-бетонные плиты какие-то. Здесь мы ходили. Кабардинская. Нормальный вид, да? Летом еще красивее. Все зеленые. Что такое? Какой-то волос. Колеса проверить. Отлично. 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 Все, летим. 45. На 1 вольт зарядился от рекуперации. Солнечные батареи, смотрите. На столбах освещение. Ух ты, разогнали. Сильно больно. Это же индустрия, поселок. Ничего себе, как мы быстро сюда прилетели. Это вообще... Так, нашим ближайший полицейский. Блин, даже не объехать в техниках. Только по ним. Сзади автомобиль первый появился. Лицо замерзло. Опять разговаривать не могу, нормально. Мечель. Запах ловоза здесь прям такой сильный. Оп-оп-оп-оп. Ну прям слишком крутой. Полицейский. Кстати, сейчас нельзя называть лежачий полицейский. Искусственная неровность надо называть. Здесь 50 даже летим. Продается. Что-то продается там. Фундамент. Так, там автомобиль у нас сидит сзади. Надо его пропустить сейчас. Время. Вот. Искусственная неровность. Искусственная неровность. вот такая прогулка у нас сегодня надеюсь вам понравилось съездили на разведку снега там полно для катания вдоль хватит не будем газовать, пускай так едет с горки так вазик там едет сзади еще один вазик еще вот третий вазик смотрите три вазика только такое дрянье вот это едет но тоже вазик вот сосновый бор лагерь детский работает вроде бы все же по гагарина едем уже в принципе давно по гагарина едет сейчас тоже все с горкой не ну самокат отлично справился самокат справился отлично с такой нагрузкой да что с педальми еле еле заехал на том велике так 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 вот уже смотрите никольский собор уже на горизонте появился блин 41 смотрите не знаю хватит до дома не хватит а 43 вообще-то так у нас здесь главное давайте нам уступайте так давайте на второй перейдем а чтоб меньше нагрузки был не сильно газовать тоже коллегический музей справа что такое пробка затормная пробка затормная пробка идем проспекту мира это у нас гастроном район вот кисловодская ярмарка милень рыночек представляете как мы быстро залетели минут десять наверно так будем экономить заряд вот колоннада уже здесь дым каким-то пахнет прям таким едким по курортному бульвару нельзя ехать так что я вам его не покажу не покажу показывать не буду вот здесь как вкусно пахнет прям кондитерскими изделиями каким-то выпечкой хорошо все аккумулятор садится практически садится уже уже прям чувствуется что он не хочет ехать сильно буду надеюсь что дом хватит уже здесь поехал успел Ну, до курорта Бульвара уж точно хотела, гамляд. Так, ну ладно, вот мы уже по Снежинке, на Курозном Бульваре, где мы и начали наш репортаж. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, ссылка в описании, жмите на колокольчик, всем пока, отключаюсь.